На часах 13.05 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьеты Пузлиева. В гостях у меня сегодня вице-спикер ОЗС Марина Сазонтова. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый. Нас можно слышать на частоте 101.0, онлайн-трансляции эфира, а также видеотрансляции. Студия идет на сайте eho.kirova.ru, номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы вы можете задать через форму анонсов на нашем сайте. На самом деле я думала начать с обсуждения итогов пленарного заседания, но так как накануне ввели режим чрезвычайной ситуации по половодию, сегодня утром появилась информация о том, что люди уже начали из подтопленных территорий выезжать, думаю, начнем, наверное, с этого. Вам вот запомнились какие-то года, как вообще работали городские власти, эвакуировали людей, было ли когда-то половодие еще хуже, чем в этом году? Ну, я думаю, у многих на память. Те половодие, которые у нас после чрезвычайно такой морозной зимы, это с 1978 на 1979 год. Ну, вот его я частенько вспоминаю. Да, когда уже подходила к дамбе вода напрямую, и даже дамбу пытались немножко увеличить, развести, вот земляные валы такие небольшие водили, да, существовало. Вы знаете, меня напомнили ситуацию, это, в общем-то, рядом с Кировым, когда здесь и плавсредства есть, и уже много идет комментариев по поводу лесозаводской, где у нас, да, лесобазы и прочие там предприятия, что там же собираетесь в «Ферстняках» строить спортивную, как туда будете в плав добираться за 4 лет или еще год. Легкоатлетический, да. Это будет не только легкоатлетический, но и какой-то там канал для каноэ, там, гребли и так далее. Но я думаю, что все равно при строительстве это будет, учтем, максимум, который бывает, наверное, 79-й год тоже, наверное. Мы столько, сколько мы живем, мы и помним, да, но надо всегда смотреть на более ранние периоды, со временем метеонаблюдения, да. Поэтому нужно внимательно. Меня здесь гораздо больше другая ситуация беспокоит. Я вхожу вот в эту комиссию по МЧС, так сказать, присутствую, да, специалисты работают, все прекрасно. Но когда я задаю вопрос, а могу вот и вам задать, когда вы услышите сирену, которая вот здесь вдруг у нас раздаться в городе, что вы должны делать? Ну вот я на самом деле знала, что нужно делать, когда училась в университете, потому что нам в университете объясняли, что если что-то случится, вот идите сюда-сюда, вам выдадут то-то, то-то и отправят туда. А вот сейчас я надо не знаю. А меня покритиковали, сказали, стыдно, Марина Сергеевна, не знать, что нужно делать. Вот мне хотелось тех, кто это говорил, вывести на улицу. У меня вот даже с мира было. Давайте, ну, поспрашиваем, вот сирены раздаются, что вы должны делать? Оказывается, мы должны срочно бежать к телевизорам и включать, и смотреть, а какая там идет информация. Правда, не... А, и канал ГТРК именно включать. Хорошо, а вот мы в Крымске, а что имели, когда бегущая строка ночью, там, в 2-3 часа ночи, да, говорили, вот бегущая строка, вы в 2-3 часа ночи что делаете обычно и ваша семья? Понимаете, вот мы очень многое выпускаем, наступаем на те же грабли, когда рассчитываем, что вот это сирена. Хорошо, вот вятка это рядом, а сколько сел находится, ну, правда, там сейчас поводок, но он же не последний у нас. Каким образом оповестить людей, что с чрезвычайной ситуацией возникает, там, затор, вот как мы имели в виду Суздаль, там, и так далее, да. У нас, если раньше было проводное вещание, и оно включалось у нас в 12 часов, в 6 утра включалось, но в случае чрезвычайной ситуации автоматом каждую семью поступала нужная информация, предупреждающая, там, пожар или там еще какие-то бедствия, и мы могли заблаговременно людей предупредить об опасности, которая надвигается. А вот когда кому-то пришло в голову, а зачем нам проводное вещание, взяли его, уничтожили, мы получили крымские, многие другие. Потому что каким образом вы где-то на селе, в дальней деревне сумеете оповестить? СМС-ку пошлете, когда люди спят? Вы понимаете, кто-то очень оторвался от земли, от реалий. И вместо того, чтобы действительно продумать, когда сейчас очень неприятная, так сказать, тревожная ситуация, военное действие или еще что-то, а каким образом будет извещать людей, которые живут не в самом центре, даже в городе. То есть это больше касается даже не Кирова. Да, потому что в Кирове, ну, что-то там заводят, и, так сказать, да, какое-то беспокойство, но... Друг к другу соседи сбегают, что-то узнают, когда носит деревню, четыре дома. Да. Вот понимаете, поэтому я считаю, нужно все-таки более разумно подходить, извлекать уроки, а у нас еще далеко не все уроки извлечены. Это точно так же, как сейчас. Вот вы едете там в электричке, с кем-то плохо стало, проводник там особо-то нет, да, погоны пустые, что делать, как скорую помощь вызвать? Ты набираешь 0,3, не срабатывает. Тут говорят 1, 1, 2. А оно срабатывает, и есть ли там связь, предположим, где-то? Ну, я беру там, у нас еще не все сетью покрыто сотовой, даже автомобильной дороге, постучу, да, когда ДТП какие-то происходят. И то не всегда есть возможность, просто уже проезжающим говорят, вы там доедете, где есть связь, вот вызывайте и так далее. Поэтому нам нужно очень внимательно и не считать, что эти средства зря выкинуты, но нам действительно нужно систему оповещения отрабатывать, не дожидаясь, когда нас жарим в стуку кулинах. Поэтому вот у меня такие впечатления по поводковым событиям. Я на самом деле думала, что эта тема будет менее серьезна, потом мы перейдем к более серьезным вопросам, но тогда от серьезного к серьезному. Минувшее пленарное заседание Никита Белых, губернатор, отчитался о работе правительства за 2015 год. Вы слышали отчет, как оцениваете вообще работу правительства? Возможно, есть какие-то минусы, которые Никита Юрьевич забыл упомянуть, не упомянул, и которые, очевидно, возможны для депутатов? Ну, во-первых, чтобы повторять, так как доклад Льюса достаточно, этот отчет объемный, и было задето много различных вопросов. Оценка была дана в выступлениях, которые депутаты с вопросами, и я задавала эти вопросы, потому что в том числе и политически эти связаны, когда мы слышим от одной партии, да, партии власти, что все там за счет них построено, сделано, проекты и так далее. Я когда спросила Никиту Юрьевича, скажите, пожалуйста, а какую-то сумму средств эта партия внесла в областной бюджет, если она говорит, что они построили, они отремонтировали, на что я получила отрицательный ответ, что как эта партия, там и другие, ни копейки в областной бюджет не внесли. Каким образом тогда называть национальным проектом именно этой партии, которая не вносит в бюджеты ни федеральный, ни в областной, ни копейки? Возможно, финансирование идет как-то в обход областного бюджета. Ну, я не думаю, что партия «Единая Россия» вынесла деньги на строительство какого-то детского сада. Давайте не будем иллюзию питать. Можно кого-то в чем-то одарить и так далее, но когда мы берем о больших проектах, вот я задавала такой вопрос и получила отрицательный ответ, для того, чтобы не было заблуждений ни у меня, ни у многих наших жителей области. Вопросы очень серьезные, но Никита Юрьевич сразу сказал, что, например, по инвестпроектам, давайте отдельно этот вопрос обсудим, там еще какие-то госпрограммы, давайте, значит, тоже... Потому что это действительно очень глобальная тема, и у нас сегодня далеко не все промпарки работают так, как надо. Вот я проезжала, услободено буквально в это воскресенье, конь не валялся, не знаю, кто там где появится, и что это когда... Но у нас вот эта ставка, которая сделана на промпарке, ну это не может быть панацеей, когда на наших глазах уничтожаются предприятия, что по маршруту, ну стройзаводы 1 маря, там КРИН и так далее. И мы что-то хотим новое сделать, я всегда за новое, но давайте посмотрим, если уже люди работают, есть коллективы, есть база, то почему не использовать это? Эти деньги на поддержку уже существующих, как-то предприятия. Да, что вопросов здесь много, и к отчету вопросы они были, не только у меня, и у многих депутатов. И это только, я считаю, как промежуточный, в общем-то, вариант, потому что ключевые вопросы, особенно то, что связано с экономикой, с промышленной политикой, эти вопросы остаются, их очень достаточно много. Напрягает другое, когда правительство выходит с инициативой об ограничении льгот, которые имели достаточно много граждан, да, в нашей области, и инициатива сократить, вернее, до 1200 рублей, пособие сельским учителям, которые уже не менее 10 лет проработали, там сейчас на пенсию вышли, у одних 600 рублей, некоторые по 4 с лишним тысячи платят, и когда вдруг откуда-то взялась сумма 1200 рублей, которую надо выплачивать, да, более 2500 поступило обращение, пикет был вот перед началом заседания законодательного собрания, мы этот вопрос все, и на комитете по социальной политике, и депутаты, все отказались поддерживать данный законопроект. Это, я правильно понимаю, это законопроект, который в итоге из поездки был исключен? Да. Но в нем есть и второй подводный камень, на который об учителях так активно обсуждали. А может, чуть-чуть просто поподробнее, чтобы нас слушать и понимать, что это за документ? Конечно. Дело в том, что законопроект об образовании, который, в первую часть я сказала, перевод от 100% компенсации за коммунальные платежи сельским учителям, перейти к фиксированной ставке в 1200 рублей. Я говорю, что она совершенно не отражала действительно, так сказать, стопроцентной компенсации. И плюс к этому, вторым там, так сказать, подразделом, который еще большее количество затрагивает интересы. Значит, если у нас по транспортным, по перевозкам, если у вас полуторамопрожиточный минимум превышен по доходу семьи, вы теряете право на льготный проезд в общественном транспорте. Так вот такую же норму этим законопроектам пытались ввести породительское платье за детские учреждения, за детей. Это коснулось гораздо большего количества людей, семей, где есть эти дети, посещающие дошкольные учреждения. Вот поэтому мы отвергали этот закон как раз по этим двум позициям, что так нельзя, и у нас в Конституции записано, нельзя принимать решение, ухудшающее положение наших граждан. Ну, мы по этой теме продолжим еще говорить. Сейчас прервемся на небольшую рекламу. Это особое мнение в студии Дарьи Токузлиева. Разговариваем мы сегодня с депутатом областного законодательного собрания, вице-спикером Мариной Сазонтовой. Начали мы говорить о законопроекте об образовании в Кировской области, который на минувшем пленарном заседании Никита Билов, насколько я помню, попросил исключить из повестки. Да, после массовых обращений граждан. Да, но я так понимаю, что его все равно переносят на майское заседание. Я не буду называть срок майское, это они должны обсудить, так сказать, необходимо кое-какие-то дополнительные получить информацию, информацию получить. Но, тем не менее, надо знать, что готовят на власть. Ну, то есть, а сейчас, если продолжить работу над этим законопроектом, выход какой есть? То есть, увеличить эту сумму 1200 или как, чтобы сельские педагоги не ощутили о том, что их опять ущемили? Вот еще раз злаюсь на Конституцию. Нельзя принимать решение, ухудшающее положение граждан и лишать их льгот, на которые они право заслужили. Это то же самое, когда человека принимают на работу, ему ставят определенные условия, гарантии, такая зарплата не меньше, там, предположим, отпуск такой и так далее. А когда он поработает, причем не проявив каких-то отрицательных качеств, он говорит, а мы решили, пожалуй, что тут зарплату тебе оклад сократить, отпуск там еще и так далее. Понимаете, нельзя, определив условия, потом их на ходу менять. Вот если сегодня это есть, ну, не знаю, если, предположим, они бы, так сказать, госструктура объявили о том, что вот начиная с 1 сентября, таких вновь достигших, там, стажа 10 лет, работают в сельской местности, там, так, ну, вот только те, те, 1 сентября, что у вас этих не будут льгот, то люди, по крайней мере, знать будут, что, если они вот сейчас пойдут в сельской местности, работать нам не хватает, учителями, и многие ли тогда пойдут, когда их будут, они не будут этих льгот иметь. То есть, все равно должно быть какое-то, я ведь понимаю, сегодня есть жалобы, когда доярки, что они столько лет отработали, и у них там тоже, вот таких льгот, как нет у сельских учителей, но тогда, вы знаете, мы все население, население превратим, именно в работников, вот, операторов машин, водоения и так далее, этого звена. Но у нас исчезнет интеллигенция, кто будет учить, потому что учителя, врачи, работники культуры, это та база, которая нам помогает гармонично развивать это вот село, и где могут звездочки проявиться и себя, и стать будущими учеными, и так далее. Без поддержки именно вот этих структур мы ставим крест на развитие. Я понимаю, когда экономика, но этот человек зарабатывает, проедает и так далее. Но ведь кроме этого, должно быть и весь комплекс, того, что должно быть в населенном пункте. И если не будут поддерживать, спросить, а много желающих сегодня вот того, просто так ехать на село, там, ходить в сапогах, там, воду носить, может быть, ее нет, там, печку топить. Мы должны понимать, что должна какая-то привлекательность быть, и мы этим решаем проблему подготовки, обучения ребят, чтобы они получали достойное образование, получив, которое они могут поступить в любой вуз и так далее, продолжить, кто хочет. свою профессию, там, уже в высшее образование. Ну, тоже вот на пленарном заседании, не помню, правда, кто из коллег ваших поднял этот вопрос, но, правда, вывязки с другим законопроектом, два принятых законопроекта, так называемых, золотых парашютов. И кто-то из депутатов спросил, то есть, если мы сейчас говорим постоянно о какой-то адресности, о том, что льготы, какие-то субсидии должны быть выплачены только тем, но кто, по большому счету, там, малоимущий, то есть, если мы этот круг ограничим, то, получается, почему это не касается губернаторов, выборных должностей и всех остальных чиновников, то есть, почему кто-то может получить единовременное пособие после того, как он прекратил свои полномочия, хотя он малоимущим, по сути, не является. То есть, вот здесь как, почему мы, получается, что всех людей мы относим в одну когорту и их, исходя из адресности, как-то делим, наделяем льготами, какими-то субсидиями, а остальные... Дело в том, что история-то давняя. Почему она сейчас возникла? Да, кризисная ситуация, да, наверное, больше вызывала неприятие и недовольство, когда у нас, будем говорить, в детских садах где-то 5-6-7 тысяч максимум, что могли, с учетом всех там дополнительных, стимулирующих и прочих, да, добавить, и когда другие, мы видим, отчеты членов Совета директоров, там, Роснефть и так далее, по 12,5 миллионов в месяц получают, вот здесь возникает вопрос, у них, может быть, тысяча часов в сутках находится, да, что они так переработали. Вот в этом как раз социальная несправедливость закладывается, такого не может быть. Сейчас какой-то законопроект вносится о том, что определяются вот в этих госкорпорациях и так далее, какие-то есть, там, 8-10 раз не должны отличаться нижние до верхней, до верхней, да, суммы вот этих зарплат, так называемых. Я всегда считала, что должна быть в этом очень прозрачная и понятная структура. Ты приходишь, ты зарабатываешь, если это предприятие. Если говорить советское время, то в одной, на весь отдел, там, на цех была одна как сказать, ведомость на получение зарплаты. Каждый видел, кто сколько получает, и, в общем-то, это был тоже контроль общественный, о котором сейчас очень так активно говорят. Видно по вкладу. И если там кто-то, я знаю, что многие токари высший квалификации, там, шестого разряда, они получали в некоторый месяц и там, сверхурочный, больше, чем директора этих предприятий. То есть, ценилось, да, ты умеешь вкладывать, и ты зарабатываешь. Это непростой труд выстоять. Да. А когда сейчас вот такая разница, то, безусловно, возникает вопрос. И когда некоторые говорят, ну, я не беру там верши какой-то, шелон, например, на уровне области, в районах, многие сегодня, или там сельские поселения, идут порой руководители, там, или главы, не только на том условии, что у них какие-то льготы, они как бы себе что-то готовят немножко на будущее, что какая-то база у них будет в наш такой вот нестабильный век, если уж там называть, да, время. А поэтому, если вот это все будет увеличено, сразу говорят, проблема, а кто пойдет на этих сельских глав, там, одни штрафы, так сказать, бесконечный поток. И я, исходя из этого, сразу спрашиваю, в общем-то, возвращаясь, есть условия, и начинают люди работать, они должны знать, что эти условия сохраняются. Другое дело о размере. Почему там каких-то 4 там оклада, почему не один, и почему там не 10, я не знаю, так сказать, да, а вот так подумали, а почему, давайте вот так. В том-то и дело, вот когда у нас вот так спонтанно все возникает, давайте определитесь, действительно, когда там большие, ну, пенсии, там, или оклады, я понимаю, что человек вполне может себе обеспечить и санаторно-курортное лечение, или еще что-то. Но если речь идет, что вот более, я говорю, звено, низких районов у нас очень много, да, когда человек собирается на эту должность идти, он определяет для себя, я какие-то гарантии получу, потому что сейчас, вот там, может быть, я останусь безо всего или нет. И он соглашается только с учетом того, что ему что-то гарантировано. Вот кто пойдет, надо смотреть, если, значит, будут ликвидированы, но это должно быть в начале, когда человек заступает на эту должность, ему очень идет, ясно и четко должно быть сказать, вот это будет, это отсутствует, и пожалуйста. Я сама, вот посмотрела, что мне без конца приходится транспортную карту пополнять, потому что служебным транспортом я только, ну, в экстренных, что ли, в случае пользуюсь, да, потому что это важно. А кто привык, и чтобы тебя, выходя на пенсию, какой-то служебный транспорт предоставляли, ты отрываешься ведь от жизни. Я думаю, что пенсии, которые там платят, вполне позволяют нормально в санаторий там кому-то съездить или еще. И я сама голосовала за поддержку вот этих законопроектов. Не должно быть сверхпривилегий, но главное все-таки заключается в том, как по учителям это должно быть на этом берегу. Договорились, если вы хотите что-то новое правило вести, сразу обозначайте срок. Пришедший на работу с этого времени вот таков порядок и такие размеры. А когда мы по учителям, так извините, по родительской плате, давайте-ка вот так переиграем. Я считаю, это в общем-то непрофессиональная работа. Вот моя позиция. Перейдем к другой теме. Строительство полигона ТБО в Слободском районе. В минувшие выходные, в воскресенье был митинг, в Ахуршах собралось несколько сотен человек, порядка 700. Мне сказали даже где-то две с половиной тысячи. Я, к сожалению, не умею считать людей. По фотографиям, как мне позвонили, сообщили. Ну, по крайней мере, как коллеги пишут, то есть несколько сотен человек точно было. Вот вы как относитесь к этой проблеме? С одной стороны, в Слободском, я так понимаю, свалки нет как таковой. То есть, какого-то специализированного полигона, куда вывозится мусор. Просто читала тоже у коллег материал, и кто-то из местных жителей пишет, что не нужно решать проблемы Кирова за наш счет. С другой стороны, куда вывозят мусор жителей в Ахуршах? То есть, их вывозят в Костино, в Киров. Получается, то есть, Киров должен решать проблему другого района, другой район не должен решать проблему Кирова. То есть, здесь эту проблему как решить? Вы знаете, мы уже по большому счету бьем по хвостам. Вот она проблема, мы, так сказать, все озаботились. Когда я была на пресс-конференции, которую проводили и Андрей Николаевич Чемоданов, Тамара Яглана Шихмина, там еще кто-то присутствовали, как было сообщено, что эта территория полигона, она была резервной, зарезервирована еще в 70-е годы прошлого века. Вот сейчас возникла в ней необходимость. Насколько были проинформированы жители Слободского района, что этот участок планируется и рядом ничего не надо. Мне говорят, что многие там, ну не знаю, при своем желании или при чем-то по пустительстве построили там свои жилые дома и теперь они, так сказать, в близости в некой оказываются, да, рядом с этим будущим полигоном. Как заключение дают специалисты, но я столкнулась с таким заключением и специалистов, увы, по советскому полигону, которые, специалисты утверждали там, что все хорошо и все безопасно, а когда приехали независимые и обнаружили, что там как раз структура почвы, глиниц, их нету таких, будем говорить, слоев, которые предохраняют, удерживают вот это проникновение, что их там нет, там известковые, и нету безопасности для того, чтобы не попадали. Для меня вообще, конечно, полигон ТБО и безопасный, это взаимоисключающие друг друга понятия. Поэтому эта беда в том, что у нас не отработана сама. Видите, вот мы большая страна, территорий много, и, конечно, есть способы, какие, куда-то вынести полигон дальше, но это все равно вылезет в то, что будет, да, нам придется платить больше за то, что это вывезено, будет далеко. А ведь вопрос, вот если мы хотим от Европы брать, да, пример, то мы дождались все, что у нас много, территория большая и так далее, не мусороперерабатывающие предприятия, не мусоросортировочные станции. Когда сейчас инвестор заходит, попытка вот это наработать, да, оказывается, что площадок-то для полигонов, они каждая вызывают протест, что там будет и как, и, в общем-то, сомнения действительно есть о том, мы хотим все-таки безопасно в мире жить. Но решение должно, я считаю, все-таки больше информированности, что это будет и как. Когда нам говорят, что это будет полигон более высокого класса безопасности, там, сортировочные станции, там, значит, и переработка, и как все это будет происходить, поэтому порой много, ведь сегодня вот как раз печальная дата Чернобыльской, да, 30 лет как раз в Чернобыльской, как она сработала и повлияла ли на то, что более безопасными стали эти полигоны. Ну, вот Япония, которую мы с тобой хвалим, так как, кратно, вернее, так сказать, технологически высокой, да, уровня страны, тем не менее, тоже там происходят аварии, поэтому надо извлекать уроки из этих ошибок, чтобы это более безопасным было. Как произойдет и какое решение примет правительство по размещению там этого полигона, интересы перехлестываются. И вот здесь, во-первых, я считаю, если бы у нас заранее были определены, что вот это место под полигон и уже сейчас были бы вот по области, например, точки предполагаемые, резервные, или, так сказать, нам так говорили, все бы знали, что я тут строиться не буду, это проблема, тут же могли бы экологи вовремя обследовать, насколько действительно это подходит. А вот не так, насколько, когда решение принято, у нас уже в Костино, да, свалка до декабря работает, это дальше, куда повезут все то, что уже переполнено, мы просто уже бежим во след, вместо того, чтобы планово, хотя о полигонах речь давно была, как будет разрешаться ситуация, я тоже отслеживаю, тоже позицию, какая-то, может быть, еще раз, независимая экспертиза, государственная или нет, которая могла бы подтвердить, насколько безопасно, показать, какая схема будет действовать, какие гарантии кто дает в случае, например, появления контрольной, измерения там, измерения, да, делать по периметру или еще пакетов, этот вопрос должны еще обсуждать, потому что многие, я сталкиваюсь очень легко, так сказать, возбудимые люди, их знаете, как сказать, поднять и все, они могут быть не в курсе, что в действительной поселке, в нашем доме, вот там одна женщина заводит там какие-то все, да, каждый раз и суды проигрывает, потом люди осознают остальные, что завели их в тупик, да, очередной, но у нас есть легко, так сказать, поддающиеся, вот я всегда за то, чтобы был не эмоциональный, а очень профессиональный подход к тем или иным вопросам, тогда можно и разговаривать, убеждать и показывать, как есть такой же полигон, можно вывести, посмотреть, как он работает. Ну, то есть сейчас нужна какая-то независимая экспертиза, которая бы подтвердила людям, что это действительно безопасно. И работать с населением, безусловно, чтобы все понимали, да, ведь очень много возникает от недопонимания или недоинформированности, а что тут будет, если другая площадка или еще, вот я говорю, видимо, нужно более широко показывать, а где эти полигоны, какие территории, подрезервные полигоны у нас имеются. У нас еще одна реклама, мы после продолжим. В эфире особое мнение в студии Дарьи Депузлиева, в гостях у меня сегодня вице-спикер ОЗС Марина Сазонтова. До рекламы мы поговорили о митинге в Вахрушах, который прошел против строительства полигона ТБО, а сейчас перейдем к другой теме, которая тоже обсуждалась публично, пересеклись мы с вами на публичных слушаниях по поводу выделения участков многодетным рядом с Порошинским аэродромом. Тоже звучало много мнений, начиная в принципе от каких-то логичных, что там заболоченная территория и вряд ли это будет удобно строить и заканчивая совсем уж там какими-то фантастическими версиями о том, что на дома могут падать Боинги. Тут, на ваш взгляд, для многодетных будет больше плюсов, потому что это все же земля в городе, не нужно ехать куда-то там за 20 километров, где обычно выделяют без коммуникации, без подъезда и без всего. Или все же минусов и скажется близость этого аэродрома. Вы знаете, никогда у нас не бывает однозначной оценки, что хорошо, что плохо и человек вправе выбирать, когда Ирина Васильевна сказала, ну вот, когда есть там Исауловы или еще какая-то деревня, конечно, они согласятся сюда. Там и Михаил Александрович Долгополов присутствовал. Но вот, когда я еще работала в Кировской правде и почта проходила там через меня, да, обращения, жалобы, вот те, кто построили, если брать, ехать в Порошино по этой трассе, да, с правой стороны там несколько коттеджей стоят, первые владельцы, построив там и заселившись, начали обращаться с жалобами. Ну, что такое? Тут моторы, значит, гудят там, разогревают, ведь не просто самолет пролетел или нет, сначала там и разогрев идет, там двигатели, особенно в зимнее время, там и вертолеты летают разные, так сказать, тоже непонятно днем, никакого покоя. И хотела задать вопрос, а вас кто просил сюда, к аэродрому? В принципе, это не секретный объект, все знают, что там. Да, это немножко напоминает мне сказку «Лисичка со скалочкой», да, можно скалочку я тут оставлю, да, потом с хвостиками хозяев уже выгнали. Так вот, у нас уникальная территория аэродрома Десав. Во-первых, это всегда считалось аэродромом подлета, вот о чем тоже говорили, что в случае какой-то экстренной ситуации тут может и вертолет и так далее не на трассу куда-то приземляться, а садиться на аэродром. Понятно, там не без последствий каких-то, но это назывался аэродром подлет. Дальше. Надо иметь в виду, что это не аэропорт. Хотя, да, сейчас аэропорты снова заработали интенсивно, так сказать, да, но это не одна взлетка, так сказать, по одной туда и сюда, потому что вертолеты у нас есть там и сейчас у нас планеры появляются. То есть, и как сказал руководитель аэроклуба Иванцов, ночные полеты планируются. То есть, когда поселившись или кто-то будет какие-то чаянии иметь, что вот мы там поселимся, мы скажем, давайте согласуем режим работы. Вот мне интересно, то есть, переедут эти 60, примерно 55, 60 семей? многодетные семьи. Многодетные, да. потому что это время очень удобное для прыжков, а затем кто-то и на работу успевал, а затем уже самолетами там кто занимался, и там у нас сейчас тоже Вильга, новый, Дельтапланы и прочие, ну, я имею в виду, планеры. То есть, аэродом — это работающие предприятия, производство. Вот почему-то есть желающие, например, рядом, ну, не знаю, впритык там к Хирово-Чапецкому химокомбинату поставить свой жилой дом? Нет, потому что они же знают это производство. Так, в общем-то, аэродром — это точно такое же производство, это процесс, который нельзя подстраивать. То есть, вы или соглашаетесь, как Один сказал, что бывший летчик, вот он прямо рядом с аэродромом, его греет шум, так сказать, греет его сердце шум вот этих двигателей самолетных, потому что это ему напоминает что-то. И вот когда людей недостаточно проинформируют, а потом могут использовать, как у нас у одного там прозвучало, да, представители, на связском наблюдателе, по-моему, да, Малышев, что вообще зачем аэродром, надо его тут куда-нибудь подальше отправить. Но у нас так хорошо все прикрывают, как и предприятие, и другое, не создав ничего то, что работает нормально. Поэтому пытаются вот решить проблему, да, с земельными участками проблемы, там, да, по великим многодетным, но они будут проинформированы, но они даже не представляют, что такое жить рядом с аэродромом. Или кто-то предложил, что давайте шестиметровую стену воздвигнем, чтобы от шумов там аэродрома вас как-то, но вы хотите вот эти стены, да, стены жить, так сказать, шестиметровые, которые не панораму, не природа, так сказать, вы уже не увидите, его куда будут выходить. Поэтому я считаю, что не совсем это правильно, и не совсем это удобное место для проживания. Там можно периодически приходить, там или еще, а то, что парашютисты, да, вот там, где у крепостного говорят, помните, лебеди там или плавали, там раньше прудик был, из которого мы вылавливали парашютистов, потому что природа не спрашивает, она может в такой поток попасть, 10 минут человек висит, ну, под куполом, да, и не может приземлиться, и его несет за эти там 7, или там сколько-то минут, куда угодно. Поэтому, да, гости будут. У меня у самой дочь приземлялась на садоводческий участок, который находится напротив Алмакаревского кладбища. Представьте, где аэродром и где этот участок. Но природа, она не так спрашивает. Ну, то есть, опять мы тут упираемся в информационную работу, и не просто в том плане, что сказать, а вы знаете, что вы будете жить рядом с аэродромом. То есть, я должен, наверное, нужно конкретно объяснять, что у вас будет такой вот уровень шума. Это можно сравнить с работающим тем. То есть, наоборот, к вам будут с периодичностью с какой-то, скорее всего, приземляться люди. Вы знаете, могли бы сказать, наверное, свое слово Росприроднадзор, и есть ли какая-то санитарная зона по шумам от аэродрома. Потому что, одно дело, эксплуатация аэродрома и приземление парашютистов где-то не совсем в точке. Я имею в виду начинающих спортсменов, даже просто не спортсменов, а просто желающих прыгнуть. Не говоря о том, что готовить собираются и для ВДВ ребят, подготовка у них, естественно, управление, купола. Они такие управляемые, чтобы можно было рассчитать точку приземления. Так что, вот это надо знать. Это одна сторона, то есть, точность. А вот именно по шумам, безусловно, здесь Росприроднадзор, Росприроднадзор, наверное, должен дать свою тоже оценку, насколько комфортно ли будет здесь проживание рядом с аэродромом. Ну вот эта полоса леса, которую Ирина Васильевна хотела, да нет, какая там полоса, это жиденькая, так сказать. Она не спасет. Ну, кто хочет, пожалуйста, в аэродром, аэропорт, который у нас там, тоже вокруг леса, ну зайдите в лесок, над вами летают, летают. Успеем мы, наверное, обсудить еще одну тему. Власти готовят новую кампанию по продвижению Министра развития предпринимательства Павел Ануфриев. Будет разработана некая мощная рекламная компания, которая в доступной форме будет объяснять, почему, собственно, выгодно покупать товары у местных производителей. Вот, чуть-чуть мы уже эту тему затронули, правда, в теме инвест-проектов и промышленных парков. Мне кажется, тут может быть не тема штаба, но примерно смысл тот же. То есть, есть ли сейчас смысл вбухивать какие-то деньги в мощную рекламную компанию вместо того, чтобы этих же самых местных товаропроизводителей поддержать какой-то денежкой, чтобы они сами могли сами себе нужную рекламную компанию соорудить, не знаю, сделать, запустить? Вы знаете, если бы, то меньше было препон для продвижения нашей продукции. Или наоборот, да, они что-то строят, а что-то убирают. У меня информация о которой, да, когда Сановичи, там у нас есть еще, по-моему, в Верхошижинском районе, когда десятки тонн картофеля, они не могут его реализовать. То есть, что продвигать? о бятских продуктах, имеют в виду в основном все равно товары крупных заводов. Молочного завода, мороженое, то есть, в принципе, все то, что и так продается. А если говорить о каких-то личных подсобных хозяйствах, которые сталкиваются с огромными проблемами, с санитарным надзором, с какими-то сертификатами и тому подобное, то есть, они-то все равно оказались в запертии. То есть, тем, как это импортозамещение и все это, как никуда... И даже не только подсобные. Крупные предприятия, которые производством картофеля занимаются, у них огромные проблемы по сбыту того же картофеля. С зерновым хозяйством там сейчас выгодно было на доллары получать, так сказать, прибыль, да, говорят, в морских портах там достаточно прям пробки были, чтобы реализовать зерно. Реклама, знаете, во-первых, когда я не имею цифр, а сколько собирается на рекламу? Может быть, там, ну, 20-30 там тысяч, да? Я думаю, никому это и в какой форме это реклама, как она будет действовать, да, убеждать, чтобы наши ребята покупали не те же там чипсы там, которые и прочее-прочее, какую-то здоровую продукцию полезную, да? Это одно. Поэтому, когда я не слышу цифр, о какой сумме идет речь, которая на рекламу, будет ли она принципиально поважной, так сказать, играть ли какую роль в поддержке наших производителей, или же, значит, здесь вопрос будем задавать, узнавать и тогда уже выражать их мнение. ну так хотя бы цифры какие-то узнаем. Да, безусловно, потому что от цифр все идет какой объем, когда мы предоставляем очень много преференций, ну, в виде льгот для тех, кто приходит, от дачи, когда нам говорят, мы там тысячу рабочих мест, когда фактически смотришь там, ну, или кто-то говорит, 150 мест, фактически оказывается 5-6 человек новых рабочих мест. Вот здесь отдай, мы не видим, предоставлено много льгот, а отдача, увы, не соответствует тем льготам, которые область, так сказать, и потерям, которые областной бюджет несет из-за того, что вот по налоговым или еще по арендам, платежам им предоставлены эти льготы. Областной же бюджет теряет от этого, а то, что приобретает, совсем не соотносится с тем объемом, который они, на какой объем они были облагодетельствованы. На этом мы сегодня закончим в студии работала Дарья Тепузлеева, в гостях у меня сегодня была вице-спикер областного законодательного собрания Марина Сазонтова. Спасибо за разговор вам, слушатели, до свидания. Всего доброго.